Действительно, очень коротко, но не могу удержаться к вопросу об интерпретации. Значит, ну, во-первых, никто не сказал, но 2018 год объявлен Словении годом Цанкара с огромной программой, причем в, так сказать, комитете программном, комитет этот программный открывает первое лицо Словении, Бурот Пахар, а, так сказать, последний, там длинный список, и завершают этот список два вот упомянутых великих фламинских академика, Франция Берника и Ян Кокос, а между там и мэр Любляна, и председатель, и его светина, значит, глава общества писателей, ну, в общем, много, много-много-много людей, и изначально была заявлена программа, и когда я эту программу посмотрела, две вещи меня там, ну, так сказать, удивили, а потом выяснилось, что они, оказывается, реализованы. Вопрос об интерпретации. Значит, в Словении, во-первых, вышел комикс под названием «Иван Цанкар». Имеется в виду «Жизнь Ивана Цанкара» в картинках. — Хороший. — Хороший, да. — Хороший. — Да, хороший. — И, значит, я когда еще только этот список мероприятий и заявленных планов прочитала, у меня вот возникла эта, так сказать, мысль по поводу того, а вот как бы Российская Федерация и граждане Российской Федерации отнеслись бы к комиксу о жизни Достоевского. Мы вообще это, ну, как это для, вот, да, потому что, конечно, вот, да, да, вот, я тоже, я тоже с вами соглашусь, что у Толстого больше поля, да, для этого, а вот про Достоевского. — Это вот, это первое. Ну, он действительно оказался очень, ну, вот я его тоже, я видела, я как раз, так сказать, видела эту книжку, к сожалению, только вот из чужих рук, но, в общем, я получила определенное удовольствие, это вот было первое. И второе, мне представляется, что это, конечно, требует отдельного, наверное, исследования, и тоже это отдельное, очень специфическое к этому отношение, но второй проект, который был заявлен и уже сейчас реализован, это детская адаптация для детей комиксов по классическим и даже, ну, так недостаточно, одно, во всяком случае, такое считается каноническое его социально-политическое произведение «Батрак Ярней», из которого сделали следующую вещь, сейчас прям процитирую, «Хлапец Ярней» — «Инпастья провидца». Это комикс, в котором это, ну, в общем, такая серьезная притча, прямо скажем, адаптирована для детей, где главное действующее лицо — это собака. А второй, так сказать, второй сюжет, который переделан для детей, это, значит, из «Хлапцев». Андрей Розман-Роза сделал «Хлапцы» к «Ангеле Омагайо». И, наконец, третий вариант из «Моего живления» есть такая же адаптация комикса под названием «Мой лайф». Мне очень, в данном случае, мне вот очень понравилось, я последнее, что скажу, я процитирую главного редактора этих трех книжек. Это достаточно молодая девушка по фамилии Лайлер, Женя Лайлер, которая буквально сказала в своем интервью следующее. С Цанкаром школьники, особенно младшие школьники, имеют очень большие трудности. Он не самый любимый их писатель. Поэтому нам показалось, что Цанкар в комиксах — это очень важная задача. Таким образом, мы будем способствовать пробуждению интереса маленьких читателей, потому что через формат комикса они смогут затем более серьезно читать, уже вы, став постарше, читать его серьезные взрослые произведения. И это вот такой шаг. И нет, но главное, другое дело, что нет возможности выяснить, чем руководствовался выбор конкретно адаптации этих текстов. Почему были выбраны из Цанкаровского наследия вот три эти текста, из которых сделали детские комиксы. Это, конечно, достаточно интересно. Но мне представляется, что это опыт очень смелый, и в данном случае я бы сказала, что мне очень симпатично такое мужество, так сказать, представителей славянского гуманитарного знания и культуры, потому что мы, по-моему, до этого еще не дозрели. Спасибо. Спасибо большое, Надюска Николаевна. Но я хочу сказать, что традиция комикса в Югославии, как раз переделки классики, внесли как раз русские эмигранты еще сто лет назад, так что это очень большая, богатая традиция, ничего удивительного там нет. Хотя у нас такой традиции нет совершенно. КОНЕЦ ФИЛЬМА